друзья приветствую вас это обзор новостей обзор курса доллара курса евро курса рубля и что сейчас происходит на данный момент так давайте посмотрим сначала что в российских средствах массовой информации американская нефть хлынула в европу на самом деле эту новость точнее что такая тенденция будет иметь место разбирали чупом в апреле или в мае международное энергетическое агентство давала прогноз что америку увеличит поставку поставки в европу и собственно говоря это просто констатация данного факта то есть американские сланцевики давят на американское правительство и она предпринимает все возможные меры для того чтобы американскую нефть куда-то продавать так ну вот такой страшный заголовок прессе договорились о планах уронить курс рубля посмотрите на самом деле тут ничего такого неординарного нету там судя по платежному балансу по динамике того что происходит с экономикой это будет неизбежная мера либо в августе либо в конце года будут снижать курс рубля к доллару и евро возможно даже в текущей ситуации к евро он сильнее снизится чем доллару так ну вот еще продолжение страшных новостей россиян могут запретить покупку иностранных ценных бумаг на и с но на самом деле как бы все что законодательно делается его цель одна из целей точнее это чтобы затруднить покупку иностранных ценных бумаг для того чтобы людей было меньше степеней свободы и они больше вкладывались в рублевые активы так друзья но от между делом вышла выше данные по числу первичных заявок на получение пособий по безработице она больше чем предполагалось причем аж на 10 процентов то есть это ну достаточно негативная информация вот и поэтому вполне возможно что на этом мы увидим сегодня корректирующие движение по американскому индексу сейчас мы посмотрим график так давайте посмотрим что еще telegram канале я запустил так но здесь вот как раз предварительные данные были о том что ну как бы негативные будут данные по поводу первичным заявкам на получение пособий вот соответственно количество безработных продолжает расти это оказывает давление на прибыль компании и соответственно из-за этого может быть негативное движение в снг в ближайшие одну две недели растущая безработица подрезала корпоративную прибыль так но дальше опять недвижимость вот смотрите отношения индекса части индекса снг и который по недвижимости сектор недвижимости к снг общему имеет негативную тенденцию к движению проседает ну и здесь вполне как бы естественно потому что в первую очередь страдают долгосрочные вложения людям нечего платить за ипотеку и соответственно это приводит тому что рынок недвижимости начинает проседать и рушится снг и та часть которая связана с недвижимостью по сравнению с широким снг то 7 снг 500 находится на самом низком уровне 2009 года на текущий момент так ну и касательно выживаемости возможности функционировать предприятие малого и среднего бизнеса в соединенных штатов у них в общем-то запас прочности остался на один-два месяца то есть через один-два месяца возникает ситуация когда пойдет вал банкротств то есть да есть чуть меньшее количество процент который три месяца и более но здесь видите максимум максимум у кого запасы денежные товарные вообще возможность функционировать истечет в течение августа и в течение сентября . 1 октября можем получить шквал банкротств и это данные с учетом помощи правительства так но его данные по банкротством они достигли максимума но сейчас они перевернулись но не факт что это падение снижение количества банкротства но продолжится здесь может получиться вот такая же картина когда мы видели сначала небольшой откат который потом превратился в рост ну и как будут исходя из этого графика и соотношение роста количества банкротств и вакансий здесь в общем-то максимум который возник и здесь и здесь указывает на то что возможно уже в ближайшее время до конца июля 28 июля как джим крамер пообещал возможен разворот в индексах и просадка так ну далее по поводу к вида рост заболеваемости в соединенных штатах лидирует флорида калифорния так называемый южный пояс пояс в нью-йорке в общем то все более или менее нормально спад заболеваемости новых случаях так далее индекс экономических ожиданий начинает падать пикировать в то время как индекс потребительских настроений достиг максимальных значений но тоже сейчас начинает проседать вот эта желтенькая линия то есть это достаточно тревожный сигнал потому что если экономические ожидания то есть что будет с экономикой просадка и так далее они обычно являются предвестниками того что начнется спад и на фондовом рынке просадка ну и как бы вообще это негативный тренд он показатель того что мы может начаться волна банкротств потому что у людей заканчивается запасы предприятий не могут работать потому что них тоже заканчивается запасы с другой стороны люди у кого заканчивается денежные средства они начинают ограничивать себя в потреблении и соответственно меньше покупают товаров и услуг которые производят предприятия и получается такой цуцванг как бы взаимо усиливающиеся факторы когда одно усиливает другое это все может привести к штопору и скорее всего это что про то и приведет конечном счете потому как деньги они скажем так поддерживать на плаву но если экономика не перезапускается надлежащим образом то денежные средства не решают проблемы так друзья на фоне вышедших негативных данных по тому как выросли новые запросы на пособие по безработице американский индекс соответственно у нас пошел на снижение куда он может сегодня сходить это 3265 далее здесь либо пойдет набор позиций и отскок а если же мы это значение пробиваем то отсюда развивается дальнейшее снижение и вот это снижение она если не остановится на 3237 3240 скорее всего приведет тому что весь этот рост он в общем-то растеряется и пойдет уже спад сегодня завтра вот но пока вот мы удерживаем вот этот диапазон если ниже него не идем то здесь скорее всего будет разворотная формация и отскок если не удерживаем вот этот диапазон то развивается падеж индекса со всеми вытекающими негативными последствиями для фондовых рынков в том числе и российского так друзья мы вот на фоне негативной статистики пошел рост векса это обращаю внимание августовский фьючерс на викс вот соответственно здесь него критическое значение находится на 28 ну 27 с половиной 28 вот если он сюда приходит и здесь начинает торговаться то скорее всего рост продолжится и уже как бы движение будет сначала в район 28 и 8 и потом соответственно отсюда разовьется скорее всего движение на 30 и 35 поэтому текущая информация она указывает на то что весьма вероятно что мы здесь получили разворот как бы разворотная формация которая указывает на то что отсюда высока вероятность роста векса так друзья касательно нефти но смотрите вот у нас почесали сильный уровень и отсюда пошел отскок и сейчас развивается движение цель которого 1 вот сюда вот на это значение давайте поставим часа викон в данном случае будет более показателем вот собственно говоря у нас и произошло ударились сильный уровень не пошел откат соответственно этот откат он либо от текущего значения уже пошла разворотная формация но пока еще скажем так движение она себя не изжило то есть вполне может быть движение вот в этот диапазон на текущий момент времени вот смотрите если мы сейчас не уходим ниже 44 то здесь это все возвращается превращается в проторговку и по факту набора позиции отсюда идет оскок цель которого пощупать вот этот уровень если мы пробиваем 44 и закрепляемся ниже 44 то пойдет движение цель которого сходить вот сюда вот 43 и 8 и поторговаться вот в этом диапазоне далее если вот при приходе сюда начинается проторговка не будет пробита 43 6 то по факту здесь набора позиции отсюда пойдет попытка выхода и возврата вот в этот проторгованный диапазон если пойдет пробой нижней границы то отсюда мы сразу уходим тестирует на пробой вот это значение проваливаться вот в этот диапазон но сейчас на текущий момент мне кажется вероятности роста она достаточно небольшая раньше по статистике всегда четверг полдень четверка 12 до 13 по москве было время разворота по нефти собственно говоря сегодня что и произошло прямо по классике поэтому сейчас но не будем загадывать посмотрим вот если она удержится здесь не будет пробоя то она все-таки проторгуется и сегодня к вечеру возможно пойдет опять тестировать еще раз сильный если она здесь будет торговаться токи тогда посмотрим куда будет выход если она пробивает 44 то пойдет уход и возврат вот сюда вот в этот диапазон так друзья доллар рубль здесь у нас пошел движняк но тут масса факторов масса во первых нефть проседает во вторых новости о том что россия там теряет нефтяной рынок европы но это уже собственно говоря это давно было понятно здесь еще идет рост волатильности индекс викс то есть это очень сильно может влиять на и меджен макет соответственно то есть если идет влияние на развивающейся рынке то национальные валюты как правило проседает потому что начинается риск of то есть выход из их активов надо продавать акции рубли менять на доллар и евро выводить из страны ну вот мы сейчас это и наблюдаем так на давайте часовик возьмем смотрите здесь сейчас картина следующего мы пришли в новый диапазон у как новых старый но относительно этого движения новый здесь разворотная формация которая указывает на рост вот если мы сегодня не пробиваем 71 37 71 32 удерживаемся выше этого диапазона то можно сказать что мы перешли на новый энергетический уровень какое-то время может торговаться здесь но если мы в ближайшее время будем наблюдать пробой вот этого диапазона который завершается на в районе 71 62 то отсюда последует движение цель которого будет сходить вот сюда вот в этот диапазон и потом тестировать на прочность вот эту крышечку сильный уровень вот на самом деле то есть масса мнений постоянно меняющихся бытует о том что то там рубль пойдет на 60 концу года там то рубль упадет там до 100 120 долларов за рубль мы не знаем точно как будет это зависит от многих событий и обстоятельств которые вскроются в течение времени и поэтому здесь лучше смотреть динамики исходя из этого свои позиции регулировать либо покупать либо продавать поэтому я не люблю долгий срок потому что там черти что может произойти так мы смотрите вот если сейчас пробиваем и закрепляемся то сегодня мы тогда идем в этот диапазон если сейчас здесь будет отбой и разворот там и отсюда чик спикируем исходим сюда вот на 7137 будем колебаться в этом диапазоне так друзья рубль евро по мору котировка дневка вот видите здесь пошло движение мы закрепляемся выше 82 и 58256 соответственно если мы здесь начинаем торговаться то это все это пробой и отсюда тогда в ближайшее время скорее всего последует уход вверх первая цель будет отсюда но существенная цель глобальной от 84 если быть точно 83 95 так друзья но 15 минутка смотрите вот здесь ситуация у нас следующая для того чтобы мы удержались и продолжили рост не должно быть пробоя 82 41 82 39 . мы вот этот диапазон должны не должны пробить на объеме вот соответственно то есть если мы не пробиваем то мы находимся вот в этой проторговки отсюда и до сюда если сейчас вот это поступательное движение вверх пойдет более энергично а судя по всему она сейчас может пойти энергично то мы соответственно должны пробить вот этот уровень если мы пробиваем здесь идет рост объема у нас развивается движение первая цель этого движения будет так первая цель этого движения будет 83 час 83 75 83 75 дальше если здесь возникает проторговка и соответственно удержание то отсюда разовьется движение цель которого будет 80 но там по дневкам 84 уровень вот здесь вот он находится где-то здесь но если пойдет более энергичное движение то вообще как бы цель здесь 86 15 более глобальная и потом цель движения которое находится вот здесь вот на 87 71 то сейчас вот если пробой возникает евро может очень резво очень быстро пойти наверх вот напомним о том что здесь есть уровень который если пробивается то вполне может произойти откат вот сюда вот в этот диапазон на текущий момент велика вероятность того что разовьется движение вверх но сами видите какой идет здесь пробой рост объема и соответственно вероятность того что все это пойдет наверх она больше чем если мы сегодня получим откат даже если сегодня будет откат в евро рубля то скорее всего это будет вот сюда вот в этот диапазон вот вероятность того что мы пробиваем и уходим вот сюда вот этой зеленой линии она есть но она очень небольшая судя по всему ну действительно какие-то события происходят и не все нам пока ясно и известно все спасибо за внимание